Крымский правозащитник выступил против распоряжения губернатора о передаче севастопольских автостанций и автовокзала государственному унитарному предприятию «Севавтотранс». По словам юриста Жанна Запруты, попытка национализации данных объектов является незаконной, ввиду того, что у имущества есть хозяин – компания «Проминвестхолдинг». Встреча собственников с губернатором не принесла желаемого результата. Стороны не нашли взаимопонимания. Мы ему пояснили, что мы обратились в Следственный комитет Севастополя о том, что вот такое распоряжение губ – это уголовно наказуемое деяние, потому что это превышение полномочий. На что губернатор ничего не ответил, сказал нам, что мы ничего не понимаем. Стал говорить о каких-то мифических соображениях интересов Российской Федерации. То есть, под видом того, что мы могли еще 10 раз это имущество продать, не продать. Ну, на что я как бы предложил представителю губернатора сначала объяснить свою позицию, каким боком он к этому имуществу. И сказал, что этих документов вполне достаточно. Они сказали, что тогда разговор у нас не получается. И они будут выяснять всю историю происхождения этого имущества. Правозащитники настроены решительно добиться в суде решения о возврате имущества прежнему собственнику. Есть Конституция Российской Федерации, которая прямо говорит, что без решения суда нельзя лишить человека права собственности. Все рассчитано на то, что никто не пройдет, не проверит. Все жалобы, которые будут подаваться, все в корзину спустятся. Вот так они сейчас и работают. Напомним, согласно распоряжению губернатора от 27 февраля, в хозяйственное ведение госпредприятия «Севавтотранс» отходит автовокзал и три автостанции Севастополя. Новому директору поручается провести инвентаризацию имущества и активов объектов транспортной инфраструктуры. Решение было принято губернатором с целью, цитата, «обеспечения безопасности и законности работы севастопольских автостанций, а также недопущения срыва пассажироперевозок». Конец цитаты.